Привет! 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 Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня это последний ролик в 2021 году. А это значит, будем подводить итоги, рассказывать про планы на следующий год, и что нас ожидает, и что произошло за этот год в моей жизни. Поэтому усаживайтесь сейчас поудобнее, и погнали слушать мою болтологию. И итоги 2021. На самом деле, я сидела и думала, нужно ли мне в этом году делать вот этот итоговый видос, рассказать, что я достигла, что не достигла. Потому что все делают блогеры так, и потом подумала, блин, в первую очередь я это делала для себя, что я хотя бы что-то сделала за весь этот год. Поэтому такой некий отчет перед тогдашней моей прошлогодней версией. Перед записью сидела такая и думала, что же я вообще достигла. Вот если у меня что-то, о чем я могу рассказать и поговорить. Посидела, подумала, вспомнила весь свой архив видео и сторисов, и оказывается, да, я что-то успела сделать. Этот год начался с такой крупной моей покупочки, я купила себе айфон, причем без мам-пап кредитов и долгов, прикиньте, сама, сама заработала. Мне это в первую очередь нужно было для того, чтобы я снимала вам сторисы, тиктоки. У меня тогдашний был телефончик айфон 6s, который я покупала с рук, и меня он полностью устраивал до тех пор, пока у него не стали проблемы с динамиком, и не было слышно, когда ты что-то пишешь. Потом я такая подумала, блин, Дарь, ты же блогер, ты можешь себе позволить, и я купила, и я до сих пор счастлива и рада, что я приобрела эту штуку. Реально, я записываю все моменты жизни на него, все тиктоки. Кстати, кто не подписан на мой тикток, обязательно подпишитесь, про тикток отдельно буду сейчас рассказывать. В общем, это крутая штука, крутая инвестиция вообще в мое будущее и в мой личный бренд. Сейчас, наверное, найдутся такие люди, которые скажут, вот, Даша, ты подсела на яблочную иглу, а вот в моем Huawei Mega Pixel 321 столько наворотов, вот вы переплачиваете за бренд. Поэтому сейчас можете отдельно в комментариях написать, к какому лагерю вы относитесь, к андроиду или к Apple. Какой-то маковской всей системы. Итоги 2021. После этой крупной покупки произошел внезапный переезд на новую квартиру, где мы сейчас живем с ребятами. Вы можете посмотреть выпуск моментов жизни за январь или февраль, я точно не помню, сейчас прикрепила. Мы планировали переезжать, но не так скоро. Мы переехали буквально там за два дня. Это было сложно, это было по-зрослому. Я ощутила весь спектр эмоций, пока мы упаковали все эти вещи. Мы заказали огромную газель, которую всю упаковали за 8 минут, потому что там 10 минут ожидания бесплатные, мы не хотели просто переплачивать. И приехали в новую квартиру. Мы счастливы и рады, живем в тепле. Очень клевый ремонт, тут нет вот этих вот обоев. Ну, это наше новогоднее украшение. Нету обоев вот этих вот обожаю. Прям шикарно. Я прям очень рада, что мы смогли с ребятами это сделать и остались в нашем же составе Тетерра Фрэнд Хаус. Итоги 2021. Следующий конец зимы и начало весны особо ничего не выдалось. Я купила ноутбук, тоже крупная покупочка сама, без мам, пап, кредитов. И это моя, наверное, самая была лучшая покупка ever за все время. Он настолько мощный, что я могу быстренько вам смонтировать видос, или его перемонтировать, или что-то сделать, и не потратив при этом свои драгоценные нервы. Преведущие мои ноутбуки, они тоже для своего времени были мощные, но не в такой нагрузке, как я их делаю. То есть я очень редко их чищу. Если посмотреть мой рабочий стол, мама дорогая, я вам даже сейчас скрин закину. Это мой типичный рабочий стол. И сейчас это просто небо и земля. Я кайфую, когда вам монтирую видосики. И мне охота монтировать. Я понимаю, что мне ничего не вылетит, ничего не залагает, ничего не удалится. Я смогу это быстро перемонтировать. Видос, который я раньше монтировала 4 часа, реально 4 часа, я могу смонтировать за 7 минут. Я даже специально засекала. Кому интересно, я покупала у Huawei D16, что ли. Ссылку, если что, оставлю. Реально, ребятки, очень хороший ноутбук. Итоги 2021. Следующая штука касается моей селфи-зоны. Вот это вот торговля лицом. Я удалила свои родинки, которые были с самого детства. Да, пока что осталась свежая кожа. То, что они заживают очень долго и светлеет это пятно тоже очень долго. Меня сразу предупредили. Но, во всяком случае, наконец-таки я до этого дошла. Я долго оттягивала. Мне кажется, я больше боялась. Также очень сильно переживала, что это перерастет во что-то нехорошее. Какие-то там образования. Оно мне не надо. У меня только вышка будет образования. Никаких новообразований не надо. Нам вот это вот. Вот те люди, которые сейчас меня смотрят и также боятся что-то удалить. Там родинки или бородавки. Не переживайте. Это безболезненно. Дальше у вас ничего болеть не будет. И вы будете спокойны за себя, за свое тело, за свое здоровье. Потому что сейчас мне уже 22 года. И с каждым годом я понимаю, что здоровье превыше всего. Итоги 2021. Один из пунктов, который вообще неожиданным образом я особо-то и не планировала. Я начала заниматься английским. Я прям хожу два раза в неделю. Мы созваниваем с моей teacher. Извечаем какие-то English слова. Еще раз как? Даша учит вторую форму Think. Ну-ка, еще раз. А зачем голос ты такой делаешь? Нет, это неправильно. Ты нормальным голосом-то скажи. Первое время мне было некомфортно. У меня особо-то не было цели. Но потом я поняла, если я хочу достичь что-то большего, даже вот в блогерской среде, в укулеле среде, мне нужно знать зарубежный английский, американский язык, лэнгвича, чтобы с людьми сотрудничать, с бреттами сотрудничать, которые на иностранном рынке. Прикиньте, и мне это даже нравится. Я не чувствую какого-то давления, которое у нас было в школе, что вот ты не знаешь, домашку не сделала, все, ты ничтожество, сиди там где-то в углу. Вообще молчи. Нас постоянно, мне кажется, гнобили в школе за какой-то вот свой русский акцент. Но потом я поняла, что это не все так страшно, и больше у нас тараканов в голове, чем на самом деле. Очень рада, это как мое хобби, моя отдушина. Я могу где-то повыкорбениваться, что я знаю немножечко английский. Итоги 2021. Следующий пунктик, который мы давно-давно планировали с ребятами, мы поехали в совместный отдых на море. Я до этого море вообще никогда не видела в глаза, вот прям в живую. Ездили мы в Абхазию, отдохнули. Тоже там много чего произошло, можете пересмотреть или посмотреть впервые в жизни моменты жизни. Мне кажется, помимо самого отдыха, нужно тут учитывать спектр, как вы готовитесь к отдыху. Купаете там вещи, упаковываете чемоданы. И это прям отдельная ветвь отдыха. Было прикольно, мне понравилось. И во время этого отдыха я даже почти не работала. Я считаю, это огромный успех для меня. Потому что кроме работы я ничего не умею делать. Но это было не так много, как я предполагала. Дарья, ты умничка, ты справилась, ты молодец, звездочка моя. Горжусь. Итоги 2021. Раз уж я немножко заговорила про интернет и про соцсети в общем, в этом году я очень плотно начала вести свои аккаунты в Инстаграме и в ТикТоке. Каждый день что-то да выходит, реально. Какие-то трэш истории или экспертные сторисы у меня каждый день в Инстаграмчике, поэтому можете подписаться. И также ТикТок. Несколько видосов в день, на минуточку выходит, разноплановые. Я поняла, когда вы очень долго снимаете видео на Ютуб, в Ютубе определенный формат, который вам диктует. В ТикТоке совершенно иначе. Мозг начинает по-другому работать, другой формат, другое взаимодействие, другой вообще монтаж. И это очень прикольно, когда ты умеешь и то, и то. Я научилась за этот год делать и то, и то. Но вообще, если вы эксперт, у вас есть свое дело, вы не знаете, как выйти в интернет, зайти в ТикТок или в Ютуб, пишите мне в Инстаграмчике, я делаю небольшие консультации специально для экспертов. Вот, подробную информацию тоже там же все вам расскажу. И итоги 2021. Следующую штуку, которую я провернула в этом году, я сделала химию. Химию. У меня по химии было три в школе. Сделала биозаивку. Сейчас от нее уже ничего не осталось, но я хочу в новом году ее опять делать. Я была кудрявой. Стать кудрявой, это была моя, наверное, мечта, идея, икс, всю жизнь мою осознанную. Мне нравится быть кудрявой. Я поняла, что, оказывается, я просто выиграла не ту генетическую гонку, у меня обычные прямые волосы, и я проходила нормально, такие, с своими кудрями, своими волнистыми волосюшками. И итоги 2021. В сентябре месяце я успела поучаствовать в офлайн укулеле-движухе. Это был укулеле-фест. Я ради него специально ездила в Москву. С вами вживую увиделась. И что я осознала благодаря вот этому мероприятию? Что со многими укулеле-людьми, мы знакомы там чуть ли не по три года, мы общаемся в интернете, и впервые в жизни увиделись. И это совсем другие эмоции, потому что вы до этого были знакомы заочно, а тут вы видите вживую. Вы понимаете, кто-то вообще приехал с другого города, с другой страны. Это так сближает вас, сплочает. Я надеюсь, в будущем будут еще подобные движухи. Я также вам кину анонс, вас оповещу. Если у вас будет возможность, обязательно приходите и знакомьтесь со мной, знакомьтесь друг с другом. Итоги 2021. Вообще, этот год, я могу сказать, что он мне помог стать уверенной. На протяжении всего времени я чувствовала какой-то синдром самозванца. Он у всех преобладает, когда человек какой-то творческий или занимается каким-то делом. И каждый раз он капает себе внутри на мозг о том, что ты знаешь плохо свое дело, вот другие лучше, ты как-то себя сранишь с другими. А в этом году я поняла, что, блин, камон, хватит так делать, перестань. Видимо, ко мне наконец-таки пришла уверенность в моем деле, что я делаю все правильно. Я снимаю хорошие видосы, обучающие по песням и мелодиям. Я очень хорошо подколота в музыкальной точке зрения. Справиться с синдромом самозванца мне помогло, что я начала вести онлайн уроки. Мы с моими пупсиками и сладкими зайчиками созываемся раз в неделю. Я их обучаю игры на укулеле, рассказываю более какую-то обширную музыкальную штуку. Я поняла, что я знаю очень много. Осознание того, что я делаю все правильно, наконец-таки мне помогло чувствовать себя внутренне уверенно, что я иду в правильном направлении. Я веду укулельку в массы, веду музыку в массы, хобби какое-то новое в массы, мировоззрение музыкальное тоже в массы веду. Многие, кто в детстве ходил в музыкальную школу, у них остались такие травмы. У многих по-любому так, напишите в комментариях, если вы такой же человек, как и я. Потому что, когда я ходила в музыкалку, у меня остались такие тараканчики, о том, что ты ничего не умеешь играть, ты ничего не понимаешь в музыке. И я очень надеюсь, что своей работой в интернете каким-то контентом я помогаю вам переосмыслить музыку. Я сознаю, что укулелька это прям полноценный музыкальный инструмент. И итоги 2021. Хоть я вам сейчас рассказываю все так весело, радостно, забавно, как у меня прошел хорошо этот год, есть момент, который не то чтобы меня расстроило, это к этому все и шло. Мой сладкий хомячочек Джорджо, который прожил со мной 3,5 года, чтобы вы понимали, хомяки вообще в среднем 2 года живут, а он прожил 3,5 года, покинул меня недавно, вот в середине декабря ушел в хомячий рай. Мне грустно от этого, да, это я сейчас вам рассказываю более-менее уверенно, но неделю назад я рыдала как лань. Серьезно, для меня это была трагедия, потому что этот маленький хомячочек Джорджо для меня был настоящим другом. Что-то должно было остаться в этом 2021 году, и вот мой Джорджик-хомячок остался в нем. И итоги 2021. У меня нету каких-то сейчас конкретных планов, у меня нету и идеи X, что я должна достичь в следующем году. Единственное, что я планирую сделать, у меня есть пару проектов, пару идей, в целом я хочу сделать, чтобы вообще сам инструмент укулелька и вот это музыкальное образование вышло на новый уровень. Поэтому, чтобы это все не пропустить, обязательно подписывайтесь на мои соцсети, потому что я, видимо, готовлю что-то грандиозное. Ну а по планам на эти новогодние каникулы могу сказать, что я постараюсь все смонтировать, все моменты жизни с сентября месяца. Я вам задержала 4 видоса по моментам жизни, но из-за всей этой загруженности я не успела это все сделать вовремя, поэтому, думаю, сделала на новогодних праздниках. Спасибо большое, что оставались со мной весь этот год и все эти предыдущие годы. Я очень рада, что вам нравятся мои видосики. Желаю вам всего самого лучшего, хорошего в этом 2022 году. Ну а сегодня я буду с вами прощаться. Спасибо большое, что вы со мной. Напоминаю, что меня по-прежнему зовут Даря. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok